Всем привет! И в этом видео я бы вам хотел показать очередные самоделки и лайфхаки для рыбалки. Наступает время, когда на блесне, допустим, надо заменить тройничок. Сложность сейчас стоит в том, чтобы разогнуть заводное кольцо. Можно переломать все ногти, пока его разгибаешь, если нет специального инструмента. Но специальный инструмент стоит дороговато, и я бы вам хотел предложить его бюджетную замену. Это вот такой антистеплер. Продается в любом отделе с канцелярскими товарами. Сейчас покажу, как им пользоваться. Берем наш антистеплер и просто вставляем эти зубья в разрыв проволоки. Я думаю, всем видно, как отогнулось заводное колечко. И спокойно берем, одеваем туда тройничок. Завели, антистеплер вытащили. И дальше прокручиваем заводное кольцо, чтобы полностью оделся наш тройничок. Вот так вот все быстро, надежно, легко и без всяких усилий. Для того, чтобы вот так вот на воблерах не гремели крючки и не путались повсюду, я бы советовал воспользоваться вот такой вот маленькой резиночкой. Берем вот резиночку, в два раза вот скручиваем, одеваем на один крючок и на второй крючок. Все, крючки на воблере отлично зафиксированы и готовы к транспортировке. Если у вас виброхвостик вот такой, либо какая-нибудь силиконовая приманочка залежалась и приняла какую-нибудь нестандартную форму, я бы вам советовал опустить ее в кипяточек на несколько минут и потом взять за два конца, растянуть и пару минут подержать. Силикон должен приобрести изначальную форму. Если у вас силиконовая приманочка разорвалась, как мы это сейчас проделаем на видео, ее легко можно будет склеить зажигалочкой. Нагреваем, прикладываем, несколько минут держим, сейчас она уже склеилась. Если у вас на шпуле, вот на этом кантике образовались какие-либо заусенцы, их можно убрать иголкой, либо булавкой. Аккуратно вот так вот прижать и поводить. Иначе, если у вас здесь будут заусенцы, леску мы быстро сотрем. А чтобы заусенцы не образовывались, можно шпулю защитить вот такой вот пеночкой. Все, шпуля готова к транспортировке. Или каким-нибудь колпачком от дезодоранта, или еще чего-нибудь. Для того, чтобы в ваших коробочках ничего не рассыпалось, я бы вам советовал на дно наклеивать магнитные пластиночки. Как вы видите, все отлично держится. И никуда вы эту мелочь не растеряйте. Итак, кому понравились эти очередные лайфхаки и самоделки, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!